Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. Тема сегодняшнего видео – закаливание семян. Для некоторых эта тема, возможно, неинтересна, некоторые в неё не верят. Однако, показано, что при кратковременном воздействии неблагоприятными факторами на организм, его, вернее, его иммунитет можно повысить. И именно поэтому некоторые особо продвинутые садоводы и любители практикуют такие вещи, которые называются закалкой семян. Если вы хотите проэкспериментировать над своими растениями, над их эмбрионами, то есть над семенами, то можно поступить следующим образом. Просто-напросто поместить их в морозильник. Следует отметить, что воздействие низкими температурами меньше нуля градусов однозначно приводит к повышению общего иммунитета растения, которое появится потом из этих семян. Это уже многократно доказано. Но, конечно же, для обычного обывателя не всегда поднимется рука поместить семена в морозильник. При этом, если вы это делаете в первый раз, то я бы вам рекомендовал экспериментировать над теми семенами, которые у вас остались с прошлых сезонов. Некоторые люди просто не знают, куда их деть. Ну вот остались они и остались. Что с ними? Как их проверить? Хорошие они или плохие? Если мы их посадим вместе со всеми, они не взойдут. Ну и мы останемся без рассады. Поэтому, если у вас остается какая-то часть семян с прошлых сезонов, вы можете провести закаливание, которое однозначно повысит всхожесть семян, однозначно приведет к тому, что если хорошие семена все-таки у вас остались, они будут пророщены и из них получится здоровое растение. Как пример, я даже вам принес в качестве примера небольшой экспериментик. У меня были семена, срок годности которых закончился... Ну вот смотрите, помидоры закончились в 20-м году, еще в сентябре 20-го года. Огурцы в ноябре 21-го года. Здесь нет никаких секретов. Я эти пакетики с семенами положил в морозилку. При минус 20-ти они находились двое суток. После этого поместил их на влажные салфеточки. Вот такие боксики. И что бы вы думали? Несмотря на то, что семена помидора уже два года как негодны, ну что ж, все проросли. Более-менее дружные всходы. Семена огурцов, их в пакетике было немного. Они протравлены зеленого цвета, дрожжированные семена. Пробыв двое суток в морозилке, проросли абсолютно все семена. Итак, подведу небольшой итог. Самое главное правило закалки семян замораживанием, это то, что семена не должны быть излишне влажные. Ну и тут, конечно же, сразу же возникает вопрос, а как узнать, семена достаточно высушенные или все еще влажные. Если у вас на упаковке семян, допустим, как вот на этом пакетике написано, что их можно хранить от минус 10 до плюс 12, то есть если их можно хранить при температуре меньше нуля градусов, значит это подразумевает, что их можно и заморозить. Если же информации такой на пакетике нет, то подходит такой тест на семена, когда мы берем одно семечко и попытаемся его согнуть. Если оно сгибается, значит оно недостаточно высушено. Если же оно разламывается, трескается, значит оно достаточно сухое. И такое семя можно вполне проморозить хотя бы сутки или двое. и таким образом получить закаленные потом проростки и закаленные растения. Также, конечно же, существует еще много способов, как закалить семена. Один из таких способов замачивания семян и их высушивание. То есть 3-4 раза необходимо вначале замочить семена, при этом замачиваются семена в растворе либо соли, либо просто воды. В соотношении один к одному, количество семян и количество жидкости. Семена замачиваются на несколько часов, до тех пор, пока вся жидкость или большая ее часть не будет впитана семенами. И после этого семена, когда они стали больше, разбухли, после этого их высушивают, достигая исходной массы этих семян и исходного количества воды в них. То есть семена просто-напросто просушивают. При этом не нужно повышать излишнюю температуру. То есть температура высушивания должна быть менее 37 градусов. И вот чередование таких этапов вначале замочили. То есть, по сути дела, что происходит? Мы как бы даем семенам надежду, что вот, пора пришла прорастать. А тут, когда они уже начали это делать, но еще не проклюнулись, то есть для этого не нужно превышать пределов 5-6 часов, после этого мы их опять начинаем высушивать. И при этом семена как бы находятся в таком состоянии старта. Они готовы проклюнуться, им не дают. Им дают намокнуть еще раз, говорят, вот вы сейчас намокнете, сейчас опять прорастите. Да нет, опять мы их обламываем. И вот такое чередование 3-4 раза в итоге приводит к тому, что когда у нас приходит время к высеву, то есть уже на последнем этапе мы даем им прорасти, и тут они, конечно, уже рвут по полной. Такие семена, которые закалялись таким образом, обладают действительно повышенной скоростью прорастания, скоростью роста, они лучше конкурируют с сорняками, они быстрее образуют дополнительные корни, они обладают повышенной скоростью фотосинтеза, потому что гораздо больше у них хлорофилов в зеленых частях листьев. Поэтому если у вас есть место, где вы можете быстренько просушить семена, ну как быстро, не превышая допустимые пределы температуры, то и такой способ закаливания, конечно же, вам подойдет. Но с ним нужно быть осторожным в том плане, что семена постоянно нужно контролировать, чтобы они случайно не проросли раньше времени. Потому что если семя проросло, высушивать его, конечно же, уже нельзя. Еще один способ закаливания семян – это замачивание в растворе соли. Семена замачиваются в растворе соли на 6-12 часов. После этого семена извлекаем из раствора, даем им просохнуть, помещаем в холодильник примерно от 0 до плюс 5 градусов. И на следующий день такую обработку повторяем. Опять в соль, опять даем просохнуть, опять в холодильник на ночь и так тоже 3-4 раза. То есть, исходя из сказанного, следует заметить, что начинать такое закаливание следует примерно за неделю до того момента, когда вы уже будете высевать эти семена на рассаду. Если же вы эти семена будете высевать непосредственно в грунт, то за неделю до этого такая закалка, такое закаливание семян будет вполне кстати. И семена, особенно тех растений, которые плохо прорастают, это кабачки, это баклажаны, это перцы. При таком виде закаливания, если они обычно прорастают в районе недели, даже восьми дней, то после такой закалки проращиваться, прорастать они будут за 3-4 дня. Что естественно приведет к тому, что конкуренция с сорняками, если вы высеваете семена, скажем, кабачка или тыквы прямо в открытый грунт, конкуренция с сорняками будет, конечно же, выиграна. Вот таким нехитрым способом, с помощью замораживания, с помощью замачивания в воде или замачивания в соли, мы существенно можем повысить иммунитет растения. Ну и последнее, что здесь необходимо сказать. Все эти процедуры эффективны лишь только тогда, когда вы закаливать растения на этом не бросите. Закалив семена, нужно не забыть про то, что и растения, которые из этих семян появились, их тоже нужно закаливать. И коротенько я могу сказать, как это сделать, рассаду обязательно периодически выносить в холодное место. На балкон, если она у вас растет. Ее нужно выносить на улицу, если температура на улице позволяет, то есть выше 10 градусов. Вот стало по весне на улице 10 градусов тепла. Выносите первый раз на 2 часа рассаду. 2 часа побыла, занесли обратно. При этом не нужно выставлять на открытое солнце. Через 3-4 дня уже можно рассаду выставлять даже под солнышко. Все точно так же. 2 часа под солнцем постояли, поставили обратно в тень. И конечно же, такая закаленная рассада будет обладать несравненно высоким иммунитетом по сравнению с той рассадой, которую вы постоянно растили в тепличных условиях. Не подуй на них, не трогай их, никуда их не сдвигай. Нет. Рассаду нужно трогать. С рассадой нужно разговаривать. Более того, ученые доказали, что если рассаду, ростки, проростки, молодые растения трогать руками, то это воздействие растения будет воспринимать как стимул к укреплению клеточных стенок. То есть, будет более устойчиво к полиганию. И да, это доказано. Поэтому, разговаривайте с рассадой и поглаживайте ее несколько раз в день. Выносите ее на открытый воздух, как только температура становится больше 10 градусов. Как только температура становится более 18 градусов, ее можно оставить уже на ночь. И такая рассада, поверьте мне, порадует вас результатами. Если у вас появились вопросы по этому поводу, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. И смотрите нас, будет еще много интересного.